Это Сфера Карл. Добрый вечер, в студии Никита Кириченко. Считанные часы остаются до того момента, как на территории всей России наступит новый 2022 год. А пока подведем итоги уходящего года. Nissan Leaf стал лидером ввоза в Россию за 2021 год. Как повлияла на правый руль обязательная техническая экспертиза? Система AeroGlonass официально отменена еще на один год. Как изменилась жизнь россиян после введения электронных ПТС? Нехватка мест в японских портах, забитые автовозы и ЖД-вагоны. С чем связан такой ажиотаж? Toyota Crown станет кроссовером. Компания анонсировала производство нового кроссовера на базе модели Crown, который будет называться Crown Cross. Лидером ввоза в 2021 году стал Nissan Leaf. Такую популярность машина обрела из-за отмены пошлины на ввоз электрокаров. Также россияне посчитали выгоду эксплуатации электрокара. А она не шуточная. Leaf выгоднее в целых 10 раз, чем любая машина с классическим бензиновым двигателем. За ним в тройке лидеров два хэтчбека. На втором месте Nissan Note. Владельцы отмечают надежность, низкий расход топлива и хорошие ходовые качества данного авто. А замыкает тройку Honda Fit. Эта модель уже несколько лет не сдает своих лидерских позиций. Напомним, что 7 июля 2021 года введена обязательная экспертиза на японские авто. Данная экспертиза в лабораториях будет проверять безопасность ввозимых автомобилей для российских дорог. Сейчас в крае 14 лабораторий. Все находятся в пределах города Владивостока. Проверяют работу оптики, тормозной системы, системы безопасности и целостность кузова. На каждое испытание есть регламентированная процедура проверки, включенная в область аккредитации лаборатории. По факту проверки выдается сертификат соответствия. Коротко, СБКТС. Для жителей Дальнего Востока мораторий на аэроглонас продлен еще на один год. До 3 декабря 2022 года жители ДФО могут ввозить автомобили из-за границы без установки данного комплекса. Но не более одного автомобиля раз в два года. А вот жителям других регионов документы на автомобиль без модуля «Глонас» выдаваться по-прежнему не будут. Поступила информация, что количество желающих привезти автомобиль из Японии превысило норму. Отмечается нехватка мест в японских портах и в порту города Владивостока. Корабли переполнены, дефицит автовозов и ЖД-вагонов затрудняет доставку импортных автомобилей в другие города России. «Правый руль умрет? Он живее всех живых!» прокомментировал начальник испытательной лаборатории Александр Петрович Праворуков. А теперь к приятным новостям. QR-код о вакцинации для желающих привезти авто из Японии пока не нужен. Toyota Crown станет кроссовером. В смысле? Дожились. Toyota анонсировала производство нового кроссовера на базе Crown, который будет называться Crown Cross. Дебют планируется на 2023 год на территории Китая и США. Информация о выпуске на территории Японии и России пока не сообщается. В этом году страны Евразиатского экономического союза полностью перешли на электронное оформление ПТС. Спустя год эксперты могут сказать, что проблемы при регистрации автомобилей в ГИБДД отсутствуют. А сейчас у нас на прямой линии Владивосток. Добрый вечер, дедушка. С наступающим. Да, Никита, слышу тебя. Привет! Дорогие зрители канала «Сфера кар». Поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Желаю, чтобы в 2022 году у нас не было новых постановлений о правом руле. Чтобы беспошлиный воз продлили на электрокары. Чтобы кораблей из Японии стало больше ходить. Чтобы автовозы побыстрее везли ваши машины во все города России. Ну и чудо чудесного хочется в Новом Году. Чтобы бензин дешевел, а не дорожал. Спасибо вам, что радуете дедушку своим участием в нашем проекте. На Ютубе вас стало на 20 тысяч подписчиков больше. А в Инстаграме на целых 114 тысяч. Спасибо, что активно комментируете видео, посты в Инстаграме, предлагаете новые идеи. Вы мотивируете всю команду снимать еще больше видео и показывать вам современный правый руль. Желаю, чтобы в Новом Году все ваши заветные мечты сбылись. Чтобы пробок стало на дорогах меньше, а снег убирали сразу. Друзья, с наступающим Новым Годом! Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! На этом наш выпуск подошел к концу. Пишите в комментариях, что хорошего произошло в вашем 21-м. Оставайтесь с нами сегодня и каждый день. Увидимся в Новом Году с наступающим. Все, я отработаю. Я буду шампанское. И водку. И пиво. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!